Книжный переулок 13. Дом построен в конце 19 века. Здание считается аварийным с 2005 года. Внутренняя стена дома рухнула 12 мая 2017 года. В доме остается жить семь семей. С одной стороны привоз и зоопарк, с другой центральная городская библиотека имени Ивана Франко. Ежедневно здесь проходят сотни людей. Они стараются пробежать мимо страшного дома как можно скорее. 12 мая стена трехэтажного здания рухнула. Диаметр провала составил несколько метров. Чудом никто не погиб и не пострадал. Я упала. Все вот здесь было содрано прямо до кости. Все, кожа, все, нож. Там метра три высота этот подвал. Вот я туда летела. Вечер, когда произошел обвал, Людмила Филиппова вспоминает как страшный сон. За несколько минут она потеряла почти все. Вот это вот так вот обрушилось. Все туда. Я вместе с унитазом все туда в подвал рухнуло. И я вместе с этим совсем оказалась в подвале. Вот все. И ванная, и унитаз все вместе. Раньше здесь была большая комната и коридор. Рядом находилась кухня и ванная. Сегодня все это одним махом рухнуло вниз. С тех пор, как произошло обрушение, в аварийном доме ничего не сдвинулось с места. Люди фактически остаются жить в обвалах своих квартир. Разбирать они как бы не обещают, потому что если его начинать разбирать, это нам всех выселять отсюда. Как его разобрать, понимаете, оно же все сложено. Там люди живут, там за стенкой люди живут. Три комнаты съехали вниз вместе со всем, что в них было. Под завалами остается мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов. Первый этаж упал в подвал. Второй этаж упал на первый. А вот третий этаж, несущая стенка, вот такая стенка такой толщины, она еще висит как бы в воздухе. Раньше в подвале находился пункт приема металлолома. Чтобы расширить помещение, в доме снесли несущую стену. Фундамент здания начал проседать, а квартиры разрушаться. Оно как бы когда упало, оно потянуло вот эту вот крышу, ну как бы потолок. И что, оно дальше не провалилось, потому что вот если вы видите, там вот драночка стоит такая, да, там оно как бы, ну, груз небольшой. Виталий Тарнавский с женой и двумя детьми живут в руинах. От их трехкомнатной квартиры осталось одно маленькое помещение, заваленное вещами, которое удалось вытащить из-под завалов. Над кухней нависают прогнившие балки и межэтажные перекрытия. Находиться здесь страшно. Как бы кухня, тут туалет, ванная, там АГВ стоял. В мэрии жильцам предлагают переселиться в гостиницу «Октябрьскую». Но на такой вариант никто из них решиться не готов. Говорят, выселиться с квартиры, все, имущество вывезти, куда? Если негде, куда его вывезти? Дом в Книжном переулке рассыпается, как карточный домик. Та его часть, которая еще не рухнула, держится на вот таких деревянных подпорках. В арке у входа во двор и по бокам здания. Жильцы больше не доверяют чиновникам, но надеются, что их дом простоит на этом деревянном каркасе. Такой вот полный сюрреализма – коммунальный ад. Если оно упадет, чтобы здесь можно было прыгать, чтобы оно не упало на голову, вот я сделал такие подпорки, купил на стоянке бушные эти. Вот такие вот брус старинный. Он высохший, он, кажется, прочный. Поэтому вот так, чтобы можно было ходить. Представители ЖКС «Фонтанский» оставили предписание про угрозу обвала. Рекомендовали жильцам покинуть свои квартиры. Мне на данный момент, с 12 мая, никто ничего абсолютно не предложил. В Горсовете жильцам пообещали найти инвестора, который восстановит здание. Но, как выяснили люди, строительной фирмы, о которой идет речь, вообще не существует. Мы искали в интернете, нету такого инвестора. Как-то Киев, будет строй, плюс какой-то. В официальных сайтах нет, там зарегистрировано юридическое лицо с пропиской в РЦИЗе. Уставной фонд 150 гривен. Как может инвестор с установным фондом 150 гривен или там какой-то фонд может инвестировать жилье? Дом признали аварийным еще в 2005 году. Тогда физический износ здания составлял 83%. Местным жителям обещали предоставить другое жилье. Прошло больше 10 лет. Ничего не изменилось. На днях из департамента городского хозяйства Одесского горсовета пришли результаты технического обследования дома после последнего обвала. Теперь изношенность конструкции здания составляет уже 62%. Абсурд. Дом помолодел. Ночую, а что делать? Куда мне идти? У меня некуда идти. Никто никому ничего не надо, никто ничего не хочет. Так, знаете, как бы на самотеке оно идет. Этот дом уже не восстановится, не восстановит, и он разрушается поэтапно, ежечасно. Дом окружен сигнальной лентой. Повсюду развешены объявления с предупреждениями о возможном обвале. Здесь остается жить семь семей. Приезжали, смотрели, что говорят, что таких, как мы, много, в городе средств нет. В мэрии, тем не менее, обещают восстановить дом. Эксперты определяют масштабы работ. Ремонт здания собираются начать сразу после результатов экспертизы. Я готова посмеяться в лицо тому человеку, кто считает, что это можно реконструировать. То есть это будут выброшенные деньги налогоплательщиков в никуда. Как в унитаз называется, знаете, смыть в унитаз. Тут нечего реконструировать. Здесь нет штукатурки, дом полностью продувается уже давно. Он прогибается внутрь. Реконструировать невозможно. Здание в Книжном переулке не имеет ни архитектурной, ни исторической ценности. Просто руины, опасные для жизни. Недавно активисты насчитали в Одессе около тысячи аварийных и ветхих домов, в которых с риском для жизни проживает почти 20 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok